Приветствую вас. Давайте мы с вами сейчас попробуем разобраться с тем, что вы написали. Вот. И попробуем выработать некую картинку того, что происходит. Некую картинку реальности, в которой вы оказались, да, возможности реальности объективной, то есть не субъективной, как у вас, а все-таки более такой серьезный, да, более взрослый. Вот. И для начала, наверное, я постараюсь вам ответить на ваши вопросы, которые вы задаете сперва. Потом я отвечу вам так, как мне представляется это более правильно, вот, учетом тех аспектов, которые вы написали. Значит, молодой человек, он движим своими интересами. У него есть достаточно четкое понимание того, какое место в его жизни вы занимаете. И у него есть четкое понимание, четкое понятие того, что ему нужно от вас. Молодой человек явно не торопится, не спешит брать на себя ответственность за вас, за вас обоих как пару. Препочитает, чтобы все развивалось не торопливо, не спешно. Молодой человек, вероятно, видит вас, ну, может быть, более серьезно, более близко, более важно, более значимо, чем он видел ту девушку, с которой у него сейчас ничего нет, потому что, если для нее он был готов сказать «люблю» в любой момент времени, то для вас он этого не говорит, вам он этого не говорит, потому что, вероятнее всего, он понимает, он отдает себе отчет в том, что вам это более важно, вы относитесь к этому более серьезно, вы более чувствительны, да, и он скажет вам о том, что любит, например, о том, что действительно как-то вот испытывает к вам серьезные чувства, вероятно только после того, как будет в этом уверен целиком и полностью, вот, а до этого он, на мой взгляд, не хочет вселять в вас ложную надежду для того, чтобы, ну, вы не разочаровались, например, в нем, чтобы вы не разочаровались в себе, например, и чтобы вас не разочаровались в себе, например, и чтобы вас не разочаровались в себе. То есть со стороны, со стороны, вот, то, что происходит, выглядит как очень хорошая забота о вас. Очень такая грамотная, очень такая правильная забота о вас. Ну, и уважение, конечно же, вас. Почему я вам все это говорю? Почему? Дело в том, что если бы, вот, если бы ситуация складывалась бы немножечко как-то, ну, по-другому, да, если бы, например, молодой человек, ну, допустим, допустим, если бы молодой человек вас бы как-то, ну, например, игнорировал бы, если бы молодой человек как-то причинал бы вам боль, вёл бы с вами себя, ну, двойственно. Вот. Я думаю, что в этом случае, в этом случае, именно в этом случае, можно было бы, конечно, говорить о том, что он там преследует какие-то свои цели, вот, и, соответственно, что нельзя ему верить и так далее. Ну, поскольку молодой человек пока ваши ожидания вроде как оправдывает, да, ну, помимо того только вот, что, ну, помимо только того, что не говорит вам «люблю», ну, вот. Я полагаю, что можно всё-таки предположить, что мужчина относится к вам хорошо, в общем и целом, вот. И действительно не хочет вас как-то вот расстраивать, да, травмировать и так далее, вот. Хотя, вероятно, вы со мной, может быть, и не согласитесь, ну, по разным причинам, ну, вот. Это вот то, что можно сказать про него, про него. То есть я не вижу в его поведении какого-либо негативного угрожающего вам мотива. Помимо только того, что он, да, вот, он встречался, значит, с другой девушкой, ну, значит, как-то вот еще когда вы были, ну, значит, как бы он взаимодействовал с ней, когда вы уже были вместе, это, конечно, не очень хорошо, безусловно, вот. Но, кто знает, кто знает, чем это было продиктовано всей истории, вы не знаете и не можете всей истории знать. Поэтому я думаю, что здесь, опять же, для вас как бы хорошим вариантом было бы, например, поговорить именно с ним, да, и как бы высказать ему то, что вот вам стало известно. То есть не держать это, грубо говоря, в себе, потому что из этого вот точно ничего хорошего не получится, если вы будете как-то вот удерживать свои эмоции, да, и не будете позволять им проявляться. Узнали, что он там, ну, общаться с девочкой, ну, соответственно, обговорите это. Ну, получается так, что вы, значит, узнали доверие, доверие к нему потеряли, вот, все время на страже вы все время мучаетесь, как вы говорите, да, то есть время ожидаете какого-то подвоха. Ну, ну, и, в общем, от отношений никаких удовольствий, удовольствий вы не получаете. Ну, это, в принципе, и вполне логично в этой ситуации. Вот. Дальше. Молодой человек, конечно, может вас использовать, но тогда непонятно, зачем с вами жить. С другой стороны, если вы боитесь, что он вас может использовать, опять же, то почему вы тогда согласились на проживание с ним еще, например, до замужества? То есть, на мой взгляд, здесь куда логичнее было бы, в учетом того, чего хотите вы, в учетом того, что вы написали, было бы логичнее и правильнее сперва выйти за него замуж, и потом уже... Ну, после этого, да, уже начали, как бы, жить вместе. Ну, вот. Это было бы логично, но вы этого не сделали. Опять же. И тут, как бы, вопрос уже в глав. Почему вы говорите, что вот мы полгода живем вместе, и как-то это само собой получилось? Вот. Так как это могло само собой получиться, если вы давали согласие на это? Ну, вот. Вы же, наверное, чего-то хотели, вы же, наверное, на что-то рассчитывали, вы же, наверное, чего-то ожидали от этого всего. Вот. То есть, где ваша ответственность? Почему как-то это само собой получилось? Почему само собой? Почему в вашей жизни происходят вообще какие-то вещи сами собой? Знаете, может быть, это прозвучит довольно жестко или, может быть, грубо, но не должны происходить какие-либо вещи в вашей жизни сами собой. Не должны. То есть, вы либо что-то делаете, потому что вы этого хотите, например. Вот. Либо вы что-то не делаете. Опять же, потому что не хотите. Либо вы что-то делаете, потому что хотите. А вот так вот само собой, ну вот то, что у вас происходит, да, само собой, вы это, понимаете, это совершенно неприемлемо для счастливой жизни, для наличия счастливой жизни, для объективного контроля за своей жизнью. Понимаете? Понимаете? Это неприемлемо. Вот. Поэтому здесь я попрошу вас обязательно подумать о том, так чего же вы все-таки хотите, для чего же вы все-таки с этим человеком стали вместе. Вот. Вот. Чего вы хотели или хотите, и может ли, собственно говоря, он вам это дать. И если не может, это вполне вероятно. Если не может, то, соответственно, что вы будете делать дальше, что вы будете делать, как вы будете поступать дальше. Понимаете? Понимаете? Вот. Вот это, пожалуй, тоже нужно обязательно учесть при, значит, определении проблемы вашей. Дальше. Значит, от отношений вам нужно в этом контексте, именно в этом контексте, прошу вас учитывать этот момент. В этом контексте от отношений вам стоит ожидать только того, что молодой человек в определенный момент либо предложит вам свою руку и сердце, либо скажет, что прости, дорогая, но нам с тобой дальше не по пути. Вот. Вы можете, конечно, сказать, ну, это очевидно, что так может произойти. То есть как бы вы нового ничего мне не сказали. И я с вами соглашусь, это так. За исключением, за исключением только одного нюанса. А именно, что вы как бы сами себя в некоторой степени поместили в данную ситуацию, потому что вы изначально ничего не контролировали. Вы изначально не контролировали ничего в процессе этих отношений. Понимаете? То есть вы изначально поставили все так, как бы, что молодой человек за все отвечает. Ну, раз молодой человек за все отвечает, значит, он и выбирает то, как ему отвечать. Логично? Ну, на мой взгляд, вполне. Хотя безусловно и не очень приятно. Ну, например, для вас. То есть для вас это безусловно неприятно. То, что происходит. С этим, я надеюсь, мы с вами разобрали. То есть вот настолько, насколько можно судить о нюх, вот настолько, насколько можно говорить о мотивах человека, о его каких-то желаниях. Я сказал. Конечно, этого мало. Безусловно. Но для большей информации нужно, для большего ответа, нужно больше информации о нем. Вот. То есть как бы, ну, нужен психологический ответ человека. Для того, чтобы вам ответить. Именно про него. Про него. Кроме того, как вам сказал мой коллега, это действительно очень похоже на своего рода предсказание будущего, чем психологи все же не занимаются. Потому что, ну, для этого есть специальные люди, эзотерики, они как бы специализируются на данном вопросе. И именно за предсказанием вам имеет смысл обратиться все же к ним. Если вы хотите именно предсказание, то вам предсказали. Больше. Вот. Дальше. Теперь можно, наверное, перейти к вам. И здесь ситуация, конечно, немного более понятна. Вот. В основном, наверное, более понятна она в контексте того, что сказал мой коллега вам. Именно в контексте вот того, что он вам обозначил, я полагаю, это является более, ну, такой, наиболее точной характеристикой вас. Давайте попробуем разобраться более подробно с этим. Вам 35 лет. И у вас, естественно, багажа отношений за спиной, свои истории. Здесь вы вроде как правы. Правы на счет багажа за спиной. Правы на счет истории, которые, ну, как бы, являются частью жизни и, естественно, не могут быть как-либо вычеркнуты, да, из жизни. Да и, в общем, не нужно это, я полагаю. Ну, зачем? Это важные воспоминания. Вы их прошили, и я полагаю, что они достойны того, чтобы быть с вами. Вот. Равно как и, в общем-то, история. Но важно не это. Важно то, как вы к этим историям относитесь. Важно то, почему, например, в 35 лет у вас до сих пор нет семьи, нет мужа. Если были отношения до, ну, вот вы говорите, что багаж отношений есть, да, если были отношения до, значит они прерывались эти отношения. Значит, они по какой-то причине завершались. И вопрос заключается в том, на самом деле, почему? Почему ваши отношения завершались? Вот это то, что важно, о чем вам само стоит подумать. Далее. Встретились очень романтически. Все красиво за мной ухаживали. Ну, опять же, опять же, опять же. Знаете, в принципе, в этом нет ничего плохого. Но я полагаю, что это очень видно, что вы встретились, что романтически, вот, он за вами ухаживает красиво и так далее. Но, знаете, в чем дело? Красота ухаживаний обозначает одно, что мужчина видит вас как женщину. Ну, есть и тонкость. Какая тонкость? А она, эта тонкость в том, что если мужчина видит вас как женщину, ну, в классическом смысле этого слова, это означает, что он и относится к вам так же. Возвышенно, романтически и идеализировано, а это значит, что подобное обязательно проявится во всем. И это с другой стороны означает, что, как бы это сказать, что отношение к вам провоцировано тем, как вы сами себя человеку преподнесли. Вы преподнесли себя как возвышенную, такую вот, да, женщину, которая принимает красивое ухаживание. И он к вам так относится. Нет ничего удивительного, что он не посвящает вас в свои проблемы. Нет ничего удивительного, что он вам не рассказывает какие-то вещи. Нет ничего удивительного даже в том, что он, как бы, встречался с другой девушкой какое-то время. Это нормально. Знаете, то, о чем вы говорите, это нормально. Он с вами начал общаться, он с вами начал взаимодействовать, и он еще не знал, получится у вас что-то или нет. Плохо, да, плохо то, что он не завершил отношения с той девочкой. Это плохо, что он не завершил, это не очень хорошо, да. Но в рамках того, что у вас отношения выстраивались именно на ухаживаниях, на романтиках, то я полагаю, что это довольно характерно. Потому что за вами он ухаживал, а с ней он, возможно, чувствовал себя более свободным. Понимаете? Вот. И у меня возникает к вам вопрос. Тогда. Ну, коли так, коли вы себя так поставили, что за вами нужно ухаживать, да, причем, заметьте, это неплохо, это, ну, это нормально. Вот. То, соответственно, нравится ли вам эта позиция? Устраивает ли она вас или нет? Если нет, то нужно менять что-то в своем поведении. Можно более, возможно, приземленный быть. Вот. Может быть, имеет смысл подумать, как бы стать для своего мужчины именно другом. Поэтому они не обязательно только женщин и его, да, которые там, ну, например, постоянно только ухаживают, только как-то взаимодействуют, да, только оберегают, но при этом там ни ваше что не посвящают. Ну, например, опять же, если вас эта ситуация не устраивает, потому что мужчина сделал то же, что вы от него хотели, по сути, он взял все на себя. Все, условно говоря, проблемы, да, он взял на себя. Ну, можно говорить, что это хорошо, можно говорить, что это плохо, но это так. И вы ответственны за то, что это произошло. Далее. Ну, далее вы пишите о том, что полгода уже живете вместе, да, то есть, смотрите. Вы, вы, значит, вместе с молодым человеком год. Сколько вы знакомы с молодым человеком, вы не пишите. Сколько знакомы, непонятно. Но вместе год, и из этого года, полгода вы уже живете вместе. Подникает вопрос. Ну, если вы живете вместе, да, наверное, у вас есть интимные отношения. А если у вас есть интимные отношения, если вы живете вместе, если у вас есть общие хозяйства, грубо говоря, если вы ведете, ну, я не знаю, ведете там разные вопросы бытовые, то зачем тогда мужчине признаваться вам в любви? Для чего ему это может быть тогда? Если у него, по большому счету, уже все есть. Все, что вы можете сдать, у него, у него уже есть. Зачем? Мужчина нужно стимулировать, а вы его, как бы, не стимулируете. Боится он вас потерять? Нет? Не боится. А если не боится вас потерять, зачем, опять же, признаваться вам в любви? Ну, тем более, вы сами увидели, что мужчина такой, можно сказать, ну, не тот, чтобы свободолюбивый, да, но такой он. Независимый. То есть, ну, хочет быть независимым. Ему нравится независимым, видимо. Ну, и, как бы, вопрос, если вы, опять же, если вы хотите, чтобы он вам признавался в любви, если вы хотите, чтобы мужчина вас любил, опять же, непонятно, вам важны сами слова или поступки? Если слова, то почему вы хотите этих слов? Ибо вы уже видели, вроде как, что слова могут начать одно, а поступки могут начать совершенно другое. Как бы, если ситуация с его интригой, с этой вот девочкой, она, ну, как бы это сказать, если она прошла, как бы, в обман вас. Тут непонятно, конечно, были ли обманы или нет, но, тем не менее, почему вы так называете в словах? Но, все же, что вы сделали для того, чтобы мужчина вам сказал «люблю»? Это первое и второе. А разве поступки его не говорят о том, что он любит вас? Или вы по-преднему чувствуете себя не в безопасности с ним? Если так, то, опять же, почему? Ну, почему такая ситуация возникает? Это важно. Очень важно, на самом деле. Вот. Дальше. Относится ко мне замечательно. Поднакомился с семьей. Во всем помогает, заботится, говорит, что я хороший. Называется солнышком, родной. Но никогда за год знакомства не сказал «я тебя люблю». А вы считаете, что, вот, вообще, что вы считаете, вот, насчет любви? Как вы думаете, любовь, она, вообще, что она, как-то, ну, появляется сразу или как? Так, вот, что вы думаете, вообще, сами, по поводу любви? В смысле, вы почему-то считаете, что год знакомства, кстати, год знакомства, вы знаете друг друга год. И, как бы, полгода вы встречаетесь, полгода живете вместе. То есть, вы считаете, что за год у взрослого 35-летнего мужчины может возникнуть к вам чувство, которое он однозначно назовет любовью. Вы действительно так считаете? Вы действительно считаете, что 35 лет это возможно? С учетом багажа отношений, с учетом историй, всего вот этого, вот, что вы назвали, вы считаете это так? Если да, то чем обусловлено ваше, ну, ваше мнение? Чем обусловлены ваши ожидания? Тоже, на мой взгляд, довольно важный момент, потому что очевидно, что ожидания у вас есть. Только какими желаниями эти ожидания продиктованы, это большой вопрос. Ну, на мой взгляд, конечно, большой вопрос. Дальше идем. Я долго ждала этого. Тоже момент. А зачем вы ждете? Ничего. Помимо того, что я уже сказал, да, помимо, тут еще такой момент, что вы ждете. А почему просто не наслаждаться тем, что есть у вас сейчас уже? Почему не наслаждаться тем, что вы вместе? И так далее. Что это мешает делать? Может быть, любовь у него еще не пришла к вам? Может быть, любовь придет немножечко позже, и это нормально. Может быть, он уже и любит, но он не осознает этого как раз. Зачем? Зачем вам, чтобы вас любить? Чего вам самой не хватает в себе? Дальше. Идем дальше. Не так давно так получилось, что прочитала его переписку с бывшей девушкой, полной романтики и признания в любви каждый день. Ну, во-первых, помимо того, что вы не считаете, что у вас как-то слишком много получилось в жизни. То есть как-то так получилось, что вы стали жить с человеком, ну, с мужчиной. Как-то так получилось, что вы стали жить как-то само собой. Получилось. Теперь как-то само собой получается, что вы, значит, читаете переписку, мужчины опять такие. И все это, все это как-то само собой происходит. Вы не считаете это несколько странным для взрослого, опять же, 35-ти летнего человека, каким вы себя позиционируете? Ух ты. Это первое. Второе. Молодой человек, вот когда вы цитируете его переписку, да, говорите, что вот там уже много признаний в любви, всего вот такого, вот. Молодой человек, ну, знаете как, точнее даже, это очень похоже на трасть. Это не похоже на любовь. Понимаете? Потому что, как бы при любви, часто не нужно говорить каждый день и так далее, что любишь. При любви достаточно просто смотреть на человека уже понятно, что, как бы, ну, что есть эта самая любовь. То есть то, о чем вы говорите, это страсть. Это не совсем любовь. Знаете, какая штука? Какая штука? Вы же опять, как бы, много, очень много внимания уделяете именно, именно словам. Это вам почему-то очень важны слова. Ох. Понимаете? Понимаете? Но, хотите понять, что далеко не всем людям и тем более далеко не всем мужчинам слова так важны, как вам. Понимаете? Понимаете? Я понимаю, я понимаю, что вам слова важны. Но для чего? Для чего они вам? Почему вы так много разрушения им придаете? Знаете ли вы, что это ваша особенность? Что это не проблема молодого человека, если он не говорит вам слова. Потому что он, как любой мужчина, скорее всего думает как? Так, что я все для нее делаю. Имеется ввиду для, ну, для вас. Он все для вас делает. Вот. И зачем? Как бы слова, ну, это же очевидно. Это же очевидно, что есть любовь. А вам этого не очевидно. Вот. Второе. Если вы его любите сами, то что мешает вам сказать ему, что вы его любите? Ну, если вы его любите. Я, кстати, вот уже не помню, но мы там с вами в процессе разбора текста, да, будем набреть. Но, по-моему, по-моему, вы нигде не говорите, что вы любите его. Вот. И тут как бы у меня вопрос к вам. Понятно какой. Я надеюсь. Как если вы не говорите ему, что вы его любите, но ждете от него, что он вам скажет люблю. Как вы к нему относитесь? Не является ли ваше чувство к нему, ну, например, эгоистичным? Дальше. Значит так. Ну, то есть понятно, да, насчет, эм, насчет той девочки, что там была страсть, и что кто был инициатором рисования, еще не известно. То есть, да, девушка, она, как бы, эм, ну, закончила отношения, а прервала их. Это да. Но вы же не знаете. Может быть, молодой человек хотел остаться с ней, там, например, друзьями, а ее это не устроил, например. Ну, то есть могут быть реально, могут быть реально довольно много всяких вариантов. Вот. Вариантов, которые вам не известны. Которые вы, ну, никак не можете знать. Принцип. Ух. А вы пытаетесь сделать вывод. Опять же вопрос. Опять же вопрос. Опять же вопрос. Зачем? Если часто молодой человек с вами, получается, что вы, вероятно, чего-то боитесь, как это видится мне. И если вы чего-то боитесь, то нужно понять всего. Потому что это важно. Дальше. Я очень пережила, очень тяжело пережила эту историю. Почему? Потеряла полное доверие к любимому человеку. Почему? Вы ему даже не, вы ему даже не рассказали об этом, вы с ним даже не поделились. Как, на секундочку, вы получили доступ к информации, которая вам, в общем-то, не предназначалась. Информация, которая должна была быть от вас скрытой. Вот. Но вы доступ к ней получили. Вот. Молодому человеку об этом не рассказали. И, соответственно, сами тяжело переживаете эту историю и ситуацию. Да, опять же потому, опять же потому, что вы одна. Вы, как бы, не позволяете мужчине даже вам внести ясность в то, что произошло. А это значит, что, скорее всего, вам хочется быть в какой позиции. В позиции, ну, я не знаю, конечно, в этом случае, какой. Но, может быть, в позиции обиженной, может быть, в позиции жертвы. Вот. То есть, тут, конечно, возможны варианты. Так какие. Вот. Теперь я все время на страже пытаюсь анализировать, что же у него ко мне. А если он сам не знает, что у него к вам, как быть тогда, если молодой человек вот просто сам не знает, что у него к вам, как быть в этой ситуации. Ну, может же ведь быть такой, что молодой человек сам не до конца понимает, что у него к вам. Или ему нужно больше времени, чтобы понять. Или он боится признать, например, что у него к вам. По ряду причин. Так и, как бы, и вот в этой ситуации, что, тогда как вы-то можете проанализировать это? Как вы-то можете узнать, что у него к вам, если он сам, может быть, этого не знает? А что у вас к нему? Это, как бы, куда более важно на самом деле. Что у вас именно к нему? Не что у него к вам, это позиция, я бы сказал, такая, может быть, знаете, ну, довольно эгоистичная, да? Вот. Не что у него к вам, а что у вас к нему. Ну, разве это, по вашему мнению, не важнее? А если не важнее, то тоже вопрос тогда, почему это не важнее? Ну, вот, если вы сами считаете, да, что это не важнее, то почему. Ведь любовь, это отношение, это, в первую очередь, отдача. Это, в первую очередь, то, что я отдаю. А не то, что я получаю. А у вас история такая, что вы хотите получать, в первую очередь, хотите получать. Ну. Я не говорю, что это прямо плохо, но просто важно вам самой понять, то, как вы относитесь к молодому человеку, кто он для вас. И уже потом вы сможете как-то, ну, более адекватно выстраивать свою модель поведения по отношению к нему, молодому человеку. Вот. Понимаете? Какая, какая, какая ситуация получается. Почему я, так, я все время анализирую, что я для него, почему я не достойна слов любви, а та девушка, не сделавшая для него ничего, а только поигравшая с ним, слышала их каждый день. Знаете, не очень понятно, почему вы эти слова поместили в тавычки. Так и не очень понятно, почему вы сравниваете себя с ней. То есть вы абсолютно два разных человека с ней. И, как бы, как бы сравнивать вас, двоих, ну, по меньшей мере, дело очень неблагодарное. Мягко говоря. Вот. Сравнивать вас двоих, дело, мягко говоря, неправильное. Сравнивать вас двоих, это означает, на мой взгляд, принижать вас как-то и так далее. И у меня здесь к вам тоже вопрос. Почему вы сравниваете себя? Почему вы равняете себя и ее? Знаете, какая штука? Вот. Откуда у вас такая неуверенность в себе? И кто вас научил, кто вас научил сравнивать себя с другими людьми? Вот. Я хотел бы, чтобы этот момент вы постарались для себя определить. Он очень важный. Далее. Откуда вы знаете, что девушка не сделала для него ничего? Откуда вы знаете, что она только поиграла? Вы говорите, что я действительно люблю этого человека. Но, опять же, непонятно. Говорили ли вы ему об этом? О том, что вы его любите? Говорили ли вы ему о том, что вы любите его? Вы говорите, что мое чувство, да, оно растет. Ну, ну, скажем, ну, со временем, да, со временем мое чувство растет. Но я бы хотел уточнить у вас характер этого чувства. Какое оно? Потому что, извините, извините, но не очень понятно. Пока то, что вы описываете, очень сильно походит на, знаете, на что? На своего рода зависимость, может быть. На своего рода потребность, может быть. Вот. На своего рода нуждаемость, может быть. Но никак не на любовь. Почему? Почему не походит на любовь? Потому что вы требуетесь. Потому что вы, как бы, говорите, что вот мне нужно, дай, я хочу, говорите вы. Как бы. И это совсем не то чувство, которое испытывают люди, если они именно любят. И переживания, которые вы испытываете, да, это тоже совсем не те переживания, которые испытывают любящие люди. Дальше. Я не хочу оказаться просто короче, я хочу быть любимым. Зачем? Что навещает вам любить себя? Если вы хотите, если вы хотите быть любимым, значит, вы не любите себя. Если вы не любите себя, вы себя не принимаете. Если вы себя не принимаете, то вы пытаетесь это купировать за счет других людей. В частности за счет вашего молодого человека. Если не любит, почему он со мной? Если любит, почему не говорит об этом? А, скажем так, полимеров вы не признаете? То есть вы не признаете, что может быть, например, некая такая переходная точка. От не люблю к люблю. Что на этом нужно время, что как бы человеку требуется, ну, какой-то промежуток временной, чтобы осознать, что он к вам чувствует. Самый, что он меня не давит, хотя мы достаточное время вместе, и он уже мог определиться опять. Это вы за него решаете. Почему вы за него решаете? Непонятно. Даже нет, понятно, что заставляет вас за него решать. Ваше собственное чувство небезопасности. То есть вы, не чувствуя себя с ним в безопасности, и вообще не чувствуя себя в безопасности, вы хотите, чтобы он быстрее вас, грубо говоря, взял в жены. Чтобы вам было как-то, ну, легче, чтобы вам было как-то более комфортнее и так далее. Является ли это правильной позицией? Является ли это адекватной позицией? Является ли это верной позицией? Не думаю. Является ли это правильным, что вы за него пытаетесь принять решение? Так же не думаю. Потому что, ну, он взрослый мужчина, и если вы себя, еще раз повторяю, изначально поставили так, что он за вами ухаживает и знакомит вас со всеми. Если вы как бы роль ведомой занимаетесь, то вам и нужно продолжать занимать эту самую роль ведомой. А иначе как-то получается раздрай в ролях. Понимаете? Далее вы пишите. Знаю, что может это все ерунда, но это продолжать мучить меня. Естественно, что попытка обесценить себя, свои переживания. Потому что ваши чувства, ваши желания, то, чего вы хотите, то, что вы чувствуете, это не ерунда. Напротив, это очень важно. Но вот форма, способ, которым вы пытаетесь реализовать это, ну, свои желания, например, это не то, чтобы ерунда. Это скорее деструктивные способы. Потому что они приведут вас только к тому, что вы будете постоянно обижены на молодого человека. Постоянно его будете подозревать в чем-то. Постоянно будете ожидать от него чего-то. И будете фрустрировать из-за того, что он не дает вам того, чего вы хотите. А он и не должен. В этом и момент, понимаете, он не должен вам давать того, чего вы хотите. Потому что он дает то, что может, то, что у него есть. Вместо этого, вместо этого вам стоит подумать, откуда берут сначала ваши какие-то переживания, и постараться их реализовать естественным, правильным образом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Пожелаю вам всего самого доброго и удачи.